Приветствую вас! Прочитал вашу историю, такую довольно долгую, да? Ну, не только долгую, сколько такую подробную. Вы, в общем-то, правы в том, что написали всё именно так, вот как написали, потому что, действительно, подобные нюансы, они имеют, ну, как бы имеют большое значение. Да, для формирования общей картины того, что произошло. Значит, два основных момента, которые я выделил. Первый, это поведение мужчины, да, ну, то есть, вот, как таковое. И второе, это ваше отношение к нему и то, как вы позиционируете себя по отношению к нему. Вот. Давайте сначала начнём мы с вами с первого момента, потому что это, как-никак, всё-таки ваш вопрос. А потом я уже после этого дам комментарий по поводу второго момента. Значит, а, понимаете, какая штука? Ага, никакой смуты, нет. Ясность вы убрали сами в этой ситуации тем, что, вот, первоначальная ваша позиция, что вы первое мужчинам не пишете, да, она, она здесь, как бы, дала сбой. Вы ему первое написали, вы ему даже звонили, первое, вот. И я полагаю, что именно с этого момента началась путаница. То есть, в принципе, в принципе, даже если вы у мужчины каким-то образом вызвали комплекс неполноценности, да, даже если, что остановило его от встречи с вами, то либо это нерешительный человек, который не готов, например, вас добиваться, который не готов самостоятельно проявлять инициативу, который, собственно, достаточно нерешительный, потому что вы сами проявили инициативу, то есть вы сами, в общем-то, все это спровоцировали, да. То есть, вот, если посмотреть на, то, значит, как, ну, как это все происходило, то вы ему написали сообщение, что вам тяжело рядом с ним находиться. То есть вы сами здесь проявили инициативу. Так вот, смута началась в том моменте, когда вы отошли от своей позиции, что я первым мужчинам не пишу, что я принимаю только решительных мужчин. То есть можно понять, что вот полтора года общения с мужчиной, там, ну, деловые, деловое общение, да, можно понять, что здесь человек просто, ну, в общем-то, мало ли, может быть, боялся наручить какие-то личные границы ваши и так далее. То есть это, в принципе, можно понять. То есть ничего плохого в том, что вы вот первый раз взяли инициативу, нет. Потому что, ну, ситуация была разными и... Это нормально. А вот дальше, когда вы стали это делать, здесь и началась смута. Дело в том, что мужчина, значит, да, с одной стороны, он почувствовал себя, безусловно, униженным тем, что у него не получилось, не получилось, да? То есть, ну, вы не смогли заняться сексом, вот. Он почувствовал себя униженным из-за этого. Хотя, опять же, на мой взгляд, несколько неясно. Ну, допустим, вы не смогли заняться классическим сексом, но почему в этом случае нельзя было доставить друг другу удовольствие по-другому, если честно, для меня остается загадкой. Ну, с учетом того, что... Как бы вы друг друга хотели, и, в общем-то, как бы все к этому располагало. Но... Этот момент неясно остается, что либо мужчина, помимо прочего, еще и зажат в постели, либо мужчина абсолютно не заботился о том, чтобы вы получили наслаждение, а он думал только, в первую очередь, о себе. Вот, то есть, вы для него это такой, как бы, некий сексуальный объект. Хотя, его поведение, по вашим словам, его взгляды, они говорят совсем о другом, да? Они говорят о том, что у человека были какие-то чувства и так далее. Вот. То есть, это, конечно, момент такой странный. Но мужская реакция в любом случае свидетельствует здесь о том, что человек, а, боится чего-то, это, б, опять же, с учетом того, что он женат, вероятно, испытывает чувство вины, то есть давление со стороны семьи своей. Вот. И, в, проявляет нерешительность. Этот человек просто нерешительный. То есть, вполне вероятно, что, вы знаете, самый такой, самый вероятный расклад, это такой, что человек попросту, как бы, поддался страсти с вами, да? Ну вот, поддался страсти. У него не получилось. И он понял, да, что он пересек черту. То есть, что не получилось. И, слава богу, и хорошо, что не получилось, потому что, типа, как не изменил, вроде как. Да, ну, это он себя может оправдывать подобным образом. Вот. И больше он не хочет. То есть, он, возможно, попробовал, понял, что это вот, что это такое, увидел, что он делает, и понял, что ему это не нужно. Вот. Сыграл ли роль здесь возможный комплекс неполноценностей? На самом деле, нет. Потому что, ну, знаете, часто бывают такие случаи, особенно, вот вы сказали, что у мужчин 37 лет, то есть, там же, в принципе, ну, не молодой человек, да, то есть, конечно, еще не старый, но и не молодой. Вот. И довольно часто бывают у людей, у мужчин проблемы с сексуальным здоровьем в этом возрасте. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, я не думаю, что вот именно комплекс неполноценностей сыграл здесь ключевую роль. Ключевую роль сыграло, скорее всего, только то, что мужчина изначально не был уверен в том, что он собираются сделать. Это подтверждается и тем, что он пил алкоголь, и тем, что он пил крепкий алкоголь, да, то есть, он, видимо, понимал, что в тресном состоянии ему будет с вами тяжело. Ну, то есть, он, может быть, не доведет ничего до конца. Вот. Ну и, соответственно, это же подтверждается тем, что он к вам больше не приехал. Вот. То есть, наблюдать за вами со стороны, как бы, в своих фантазиях, это да, это может, это неплохо. То есть, ему, в принципе, в принципе, этого вполне хватало. Ну, то есть, и хватает, потому что он не делал никаких шагов вперед к вам. Когда вы проявили инициативу, это, конечно, он, наверное, не ожидал. Вот. И, соответственно, возможно, им обладела эйфория, что вот девушка, которую он так долго хотел, да, полтора года, вот, наконец-то обратила на него внимание и сама, по сути, предлагает ему переспать. Это, конечно, очень соблазнительный поворот силы это, вот. Но в итоге, в итоге, нерешительность, здравый смысл и страх взяли вверх. Вот. Вот само понимание здравого смысла здесь, да, то есть, обычно, здравый смысл слова, ну, выражение здравый смысл используют исключительно в позитивном контексте, в том плане, что здравый смысл это значит, что поступить правильно, это значит, что поступить верно, вот. Здесь нужно понимать, что мужчина явно не бабник, и здесь нужно понимать, что мужчина явно не какой-то там мачо, брутальный, дон-джуан и прочее. Это наоборот, довольно нерешительный человек, который, скорее всего, находится в позиции ведомого в своей семье и, как бы, в паре со своей женой. То есть, жена ведущая, а он ведомый. И из-за этого он не чувствует себя мужчиной. Я понимаю, что это из области предположений сейчас все, но, по крайней мере, так демонстрирует его поведение, то, что вы описали. И с вами мужчина вновь надеется почувствовать себя мужчиной, то есть, неведомым, как он чувствует себя со своей женой, не знаю, не источником дохода, как он может себя чувствовать, ну и так далее. А именно мужчиной. Это объясняет то, что он как бы на вас запал. Да? Потому что, еще раз повторю, он не бабник. Иначе бы он вел себя более уверенно с вами, и уж точно не было бы никаких проблем, и он бы довел дело до конца, то есть, хотя бы с вами переспал. Ну, хотя бы один раз. Вот. И вот этот момент нужно понимать, что вы для мужчины своего рода глупок свежего воздуха на какой-то момент, пока вы на него не давили, пока вы от него чего-то не требовали, пока он не чувствовал ожиданий с вашей стороны от него. Но, когда ожидания появились, он вновь почувствовал себя вот в этом вот привычном состоянии, привычном в кавычках состоянии, в кавычках, потому что это негативное состояние, которое мужчине не нравится, но которое тем не менее его преследует. Вот. Он почувствовал себя в этом состоянии, в состоянии обязанного, и это моментально возвратило, возвратило, простите, его вот в ту позицию, которую он занимает по отношению к своей жене. И это сделало вас уже менее привлекательны, потому что в этот момент вы стали похожи на его жену. Ну, в каком-то смысле. Стали похожи на его жену. Вот. И я полагаю, что вот эти вещи, эти моменты все вместе и обусловили подобную реакцию мужчинам. Добавить здесь особо больше нечего, потому что, ну, на мой взгляд, потому что что-то вы описывали, да, это было очень подробно, даже время вы указали, но для психологии все же нужны некоторые другие моменты, эти моменты здесь вы не раскрыли. Вот. Тем не менее, я полагаю, что даже если в определенных моментах я не прав, то в целом я думаю, картину я угадал вверх. То есть, мужчина, он вас использовал, как и использовали его вы, и обратите внимание на его слова, что вы изменили его жизнь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, вы дали ему возможность почувствовать себя другим, по-другому. Этим вы его привлекали. До тех пор, пока он себя с вами чувствовал. Так. Как только перестал, вы ему сразу перестали быть нужны. Точнее, вы ему нужны до сих пор. То есть, влечение к вам оно вряд ли куда-то делается. Но слишком высока стала цена. И здесь мы плавно подходим к вопросу о том, объявится ли он снова. Да, скорее всего объявится, пройдет время, мужчина побудет со своей женой, эмоции влягутся, вы опять станете привлекательный, он опять будет на вас смотреть и опять будет раздевать вас глаза. Вот. Скорее всего он объявится, потому что вряд ли он будет с кем-то еще в отношениях, опять же, в силу своих особенностей. Вот. Он объявится. Как нужно себя вести с ним? Я бы сказал, что для того, чтобы не было путаницы, для того, чтобы не было смуты, как вы говорите, да? Это же слово вы употребили. Да, это слово вы употребили. Смута. Для того, чтобы не было смуты, вам необходимо всю инициативу предоставить по сути мужчине. То есть он в принципе знает. Он знает то, значит, ну, что вы чувствуете. Он знает то, чего вы хотите. Он знает то, что вы свободны. Он знает то, что вы испытываете к нему симпатию и влечение. Вот. Он все это знает. И поэтому если он объявится, то здесь самым правильным моментом будет показать ему, что вы готовы сблизиться с ним, но сами вы делать этого не будете. То есть опять проявлять инициативу, опять что-то предлагать и так далее не будет. как? То есть например, если он будет смотреть на вас, да, смотрите на него в ответ. Если он будет разговаривать с вами, да, ну, как-то вот разговаривать с ним в ответ, если он будет слетовать с вами, слетуйте с ним. Но самостоятельно предлагать что-либо уже не нужно. Потому что это будет на него давить опять же и так далее, так далее, так далее. Это его спугнет в любом случае. Если же его спугнет и поведение, о котором я говорю, то в каком случае я полагаю, что этот мужчина просто очень решительный и изначально он либо чересчур идеализировал отношения с вами, они были у него слишком из разряда фантазии, либо он и не собирался с вами спать, например, зная, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем и не желая предоставлять вам удовольствие другим путем. Здесь вопрос к вам, хотите ли вы тратить время на такого мужчину и мы потихоньку переходим ко второму моменту, к моменту, касающемуся непосредственно вас. Вы сказали, что вы расстались со своим молодым человеком и сейчас в активном поиске. Ну, так по крайней мере написано у вас в вашем сообщении. Чем обусловлено то, что вы выбрали себе в качестве партнера, по которому вы сейчас задаете платный вопрос и спрашиваете как вести себя, чтобы его не испугнуть партнера, который старше вас и который женат. На какое будущее с ним вы рассчитываете? На какое будущее Екатерина вы полагаете с ним? Понимаете? Имеет ли это смысл, если, например, человек не собирается уходить из семьи и вам придется прятаться? Имеет ли это смысл для вас, Екатерина? Чего хотите вы? Что нужно вам? О влюбленности в него вы не говорите, о чувствах к нему вы тоже не говорите? Чего вы хотите от него? И может быть имеет смысл, если вы хотите чего-то конкретного посмотреть на другого мужчину, более свободного может быть, более перспективного в плане того, что он не женат, и вам не придется быть, скажем так, ну, не единственной в его жизни, то есть вам не придется делить его с кем-то, ведь сейчас именно это происходит, то есть подумайте, чего вы хотите, ну, вот, то есть я понимаю, что если вы активный человек, у вас был молодой человек, теперь его нет, и вы хотите московое внимание, ласки, любви, тепла, и просто, но это, я уверен, могут дать вам многие мужчины, почему именно этот, понимаете, там уже старше вас на, так, на 11 лет, нет ли за этим выбором определенных субъективных особенностей, таких, как, например, разочарование в, ну, ваших ровесниках, в неком страхе, то есть в каких-то определенных страхах, да, нет ли здесь, например, страха перед близостью, желание, или желание верить себя в руки более старшего, более зрелого мужчины, вот, в этом самом по себе желании плохого ничего нет, но именно этот человек таковым не является. Далее, опять же, вопросы вызывают то, что вы выбрали мужчину именно на своей работе, то есть, выбрали человека, своего коллегу, коллегу по работе, это не какой-то человек, с которым у вас что-то общее, а просто коллега, то есть, последствия, это может стать проблемой для реализации вашей профессиональной деловой деятельности, и кроме того, люди, у которых есть коммерческий интерес, они самые ненадежные партнеры, ну, у кого есть изначальный коммерческий интерес, то есть, здесь, опять же, возникает вопрос, чем обусловлено то, что вы выбрали мужчину, да, именно из круга коллег, из рабочей сферы, а не сферы, например, гобби, не сферы интересов, и так далее, то есть, что за этим стоит, какие за этим стоят ваши субъективные особенности, я бы, я бы рекомендовал именно на них обратить самое пристальное внимание, потому что по факту, по факту, да, по факту, вот, понимаете, когда человек спрашивает, объявится ли партнер, это уже, ну, такое, знаете, специфическое, очень специфическое восприятие человека происходит, то есть, я хочу сказать, что отчасти это в чем-то обесценивающее восприятие, в чем-то это ограничивающее восприятие, на то есть, вопрос, что вас интересует в этом мужчине, чем он вас привлекает, может быть, вы с помощью него хотите компенсировать тот негатив, что у вас остался из-за расставания с молодым человеком вашим, вот, кстати, а из-за чего вы расстались с молодым человеком, тоже интересный момент, потому что может быть в этом и кроется основная проблема, именно вашим проблемам, потому что вы же понимаете, что за тот факт, что вы оказались в этой ситуации, вот, которую вы описываете, ответственны в первую очередь вы, за себя ответственны вы на 100%, и я полагаю, что весь вопрос заключается в том, что вы хотите понять вот эту ситуацию, допустим, вы ее поймете, что дальше, или вы захотите понять себя, и вы поймете себя и будете знать, что вам делать, вне зависимости от того, кто и как будет поступать, вне зависимости от того, объявится он или не объявится, и вне зависимости от того, как он будет реагировать на ваше поведение. Ваше поведение лучше выстраивать вне зависимости от кого-либо. И ваше отношение к людям, да, к мужчинам, к этому мужчине, тоже лучше выстраивать вне зависимости от реакции этого человека при условии, при условии, что вы не заинтересованы в его расположении. Но если вы заинтересованы в расположении, например, этого мужчины к себе, то, что нужно в первую очередь, тогда определить, в чем это заинтересовано. Не делает ли эта заинтересованность вас зависимой, а нормальная и естественная заинтересованность, это так далее, что вам человек нравится, что вы хотите сделать его счастливым, и вы делаете для него все, что можно в данном случае. я не уверен, что у вас именно такая заинтересованность, значит, она носит немного эгоистичный характер, так же, как и такой же характер носит заинтересованность мужчины в вас, несмотря на его слова. не ведут себя так с человеком, который якобы изменил жизнь. Вот. Ага, вот, в принципе, и все, что можно вам сказать. Помимо только одного момента, который бросился мне в глаза. Когда я читал ваш диалог, вы сказали, что ну вот с мужчиной, да, вы сказали ему, что вы бодры и веселые, при том, что это было не так. То есть вы не сказали мужчине о своих чувствах как таковых. То есть вы же не были веселые. Про бодрость я ничего не говорю, а про веселость определенно. Вы не были веселые. но вы сказали мужчине о том, что вы веселые. То есть обманули его. И вы можете сказать, но я же ему не доверяю, я же не знаю как он отреагирует на это и так далее. Да, это так. Но о своих чувствах не нужно бояться говорить. Если вы боитесь говорить о своих чувствах, значит простите, здесь есть некий негативный вектор. который может влиять на то, что у вас не складываются отношения, например, с молодыми людьми вообще. Да? И так далее. Или вот, фактор, влияющий на то, что в 26 лет свои вы хотите связать свою жизнь с женатым мужчиной, который ставший раз на 11 лет. Понимаете? То есть точки зрения психологии это такой довольно тревожный фактор. Конечно, если вы хотите не просто перестать и пойти дальше, это одно. Но вы же интересуетесь и вы не даете платный вопрос, значит, это для вас важен. Вопрос в том, что именно важно для вас. Что именно такого важного здесь. Понимаете? И не связано ли это с тем, что вы не говорите людям о своих чувствах. То есть как бы боитесь раскрыть свои чувства. Даже по вашему тексту я чувствую, как вы хотите быть сильный, независимый, но по итогу таковой вы не являетесь. И кто знает, может быть вам больно до сих пор из-за расставания с молодым человеком. И вы это не пережили и вот пытаетесь таким образом как бы заглушить себе эту боль. Я не знаю. Я не знаю. Может быть это не так. Может быть. Может быть это не так, но понимаете, подобные моменты, они очень настораживают именно с точки зрения психологии. Вот. Я рекомендую вам пересмотреть свою модель женского поведения в том плане, что вы может быть через шивор независимо выглядите для мужчины и может быть через шивор давите на них. Ну, я не знаю, как вы обещали со своим предыдущим молодым человеком, но вот с этим мужчиной вы вели себя именно так. То есть у вас такой образ, такой очень независимый, такой суровой, твердой женщины, да, которая готова как бы, ну, принять мужчину, который может с ним переспать, готова это сделать, но при этом вы можете отталкивать мужчин тем, что с вами общение и взаимодействие с вами это как будто бы постоянное соревнование, вот, а мужчине все-таки в определенный момент на мягкость, уверенность и уверенность, что его примут, вот, я верю в то, что вы готовы его принять, я верю в то, что вы хотите его принять, а просто в том, как вы это показываете мужчине, понимаете, вот, потому что удивительно, но будучи в интимной близости, пусть даже и, ну, не совсем удачной, вы не были близки эмоционально, а ведь все начинается именно с эмоциональной близости, только потом уже идет интимная близость, возможно, именно поэтому у мужчины с вами-то и не получилось, подумайте об этом, и, может быть, имеет смысл свою модель женского поведения немножечко скорректировать, вот, я не говорю менять ее, совсем, просто сделать ее немного более привлекательной для мужчин, вот, значит, ну, в принципе, я думаю, на этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.